Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о творчестве, о жизни Божьих людей в эфире программы «Влияние». Искренно рад представить гостю нашего эфира – это Дарина Качанжи. Приветствую тебя. Приветствую, Гена. Друзья, краткая визитка. Дарина Качанжи – автор и исполнитель христианских псалмов. Записала уже шесть музыкальных альбомов. Замужем за Ивана у их три дочери – Ванесса, Даяна и Сабрина. В настоящий момент они проживают в городе Спаттенбург, Саус-Каролайна. Мы сильно рады иметь эфир сегодня с тобой и пообщаться, вспомнить те чудеса, ту работу Божию, которую Он совершает в твоей жизни. Дарина, расскажи, пожалуйста, в какой семье ты родилась? Я родилась в семье. Меня воспитывала только мама. И мама была учительницей математики. Папу я уже позже встретила. И как бы моим воспитанием, наверное, больше даже занималась моя бабушка, потому что мама вынуждена была работать. И бабушка мне уделяла очень много времени. Она меня отвела в музыкальную школу. Мы всегда на трамвайчике ездили в неделю где-то четыре раза. Это была школа искусств. Такая семья простая, одесская семья. Совсем недавно я увидел видеоролик на твоем веб-сайте, на твоем YouTube-канале «Встреча твоя с отцом», уже взрослым в возрасте. Оказывается, что мама с папой прожили в браке только один год. Он был кубинский студент. Ему пришлось вернуться в Кубу. И вот так, получается, недолго их была семейная жизнь. Но вот уже будучи взрослой, ты встретилась с ним. Я смотрел, знаете, вот это такой трогательный момент. Такой худенький, такой низенький. Но ты очень на него похожа. Мужчина, ты подошла, ты так и встретила. Вспомни этот момент. Как тебе было приятно вообще? Это было очень трепетно, но мне было страшно почему-то. Как раз, когда мне сказали, что сейчас ты зайдешь в этот дом, и там стоит твой отец, мне стало так страшно. Я не знаю, потому что я всю жизнь прожила, я не знала его, я его не видела. И когда я его увидела, мне захотелось как-то какую-то стену поставить. Ну вот настолько вот как-то вот волнительно так было. Ну потом, да, потом мы уже разговорились. И, конечно, я была очень приятно удивлена, познакомившись с ним, узнав, какой это человек. Вот, но они, кстати, с мамой не один год прожили в браке, а они такие, как бы, она его ждала же все это время, что он вернется. Поэтому там брак очень долгий был. И потом, когда-то уже, когда мне было там, я уже подростком была, пришло письмо, что вот как будто бы мой отец просит разводу у мамы. На самом деле это государство их развели по собственной инициативе. Когда распался Советский Союз, уже вот такое время было. И когда я уже с папой начала общаться, я поняла вот, что он мыслит очень похоже, как я. Вот мы как-то разговариваем, я что подумала, и он то подумал. То я помню, что первую ночь после этого я спала и не могла понять, как это, что есть еще человек, который так похоже мыслит, вот как я. Ну, мне очень сильно понравилось то, что мой отец очень хорошо знает Библию, прям наизусть, можно сказать. Потому что все время раньше он был ученый, и он был атеист, и он только как бы занимался наукой, не верил тому, что Библия. И сейчас вот последние годы, когда он покаялся, он только занимается изучением Библии. Мне это очень понравилось. Очень приятно. Кстати, было очень приятно, он слышал, как ты поешь на этом служении, там, кубинский верующий, ты сел на фортепиано, такой минорный псалом. И они так слушают. Да. Я представляю, как... А отец же твой тоже, он же не шевельнулся, он слушал, как ты поешь. Я представляю, какая у него была радость знать, кто же все-таки его дочь. Спасибо тебе, что ты такое открыла немножко, может быть, такое тайное, но приятное тоже в твоей жизни, вот эта встреча, вот эта радость, что папа тоже служит Господу. Ты родилась и выросла в Одессе. И там же прекрасная церковь, а такие благословенные. Расскажи о своей юности, как ты служила Господу, как ты начала петь, после музыкальной, конечно. Это я начала петь до музыкальной. Ну, в общем, моя бабушка привела меня в церковь. Эта церковь Вифания называлась, моя родная церковь. Она прямо была рядом с моим домом, и я могла пешком туда ходить. И в возрасте пяти лет бабушка привела меня. Это очень была консервативная церковь. Там играл, помню, духовой оркестр. Мне так понравилось, я начала танцевать. Ну, эту историю, может быть, кто-то знает. Как ребенок пятилетний, реакция твоя была радостью. Да, мне очень понравилось. И, знаете, вот с того момента я не перестала ходить в церковь. Я попала в такую церковь, где люди были очень искренние, очень духовные, настоящие христиане. Среди многих из них я видела вот как пример для себя. И, наверное, по сей день, если бы я не знала людей, которые тогда действительно такие искренние христиане, настоящие, неподдельные, то, может быть, сейчас я могла бы где-то в это последнее время как-то разочароваться в чем-то. Но поскольку я знаю для себя много примеров людей, которые действительно служили искренне Богу, и даже в этой церкви был такой Петр Григорьевич Репецкий, я его назвала Дядя Петя. Он немножко в своем роде заменил мне папу. Он занимался моим духовным воспитанием. Это человек, который по сей день, когда у меня какие-то проблемы и трудности, я звоню ему, я даже в гости к нему часто ездила, когда в Одессе. Очень искренне верующий человек. Для меня просто пример для подражания. Пусть Бог даст ему еще много лет жизни. Вот так Господь заботится за нас через других людей, восполняет то, что в тот момент тебе действительно не хватало. Скажи, пожалуйста, вот в юном возрасте ты встретилась с музыкантами, которые уже состоялись. Это Александр Лагвиненко, это известный христианский композитор. Вот как эта встреча произошла, что это за человек? Расскажи нам, пожалуйста, а впоследствии ты начинаешь петь в группе «Пирс»? Как я сказала, я ходила в церковь Ифанию, это очень маленькая церковь была. И у меня там была возможность постоянно петь, практиковаться, потому что там особо не было кому петь, и всегда была нужда. Я там играла, пела, не волновалась. То есть такой экспириенс для меня. И там один друг говорит как-то, «Дарина, вот у нас есть такая большая, огромная церковь в Одессе, это центральная церковь, давай я договорюсь, чтобы ты там спела». Я говорю, да мне вряд ли там дадут спеть, там такая церковь, много певцов, знаешь, это практически нереально для меня, тем более когда я туда попала, мне что-то было 14 лет, он говорит, нет, давай ты все-таки попробуешь. И когда мы пришли туда, он договорился, подошел к регенту хора и говорит, «Ну, тут у нас есть сестричка молоденькая, она хотела бы спеть соло в вашей церкви, она сама сыграет и споет». И меня не разрешили, пока не прослушали. То есть регент говорит, «Мы тебя прослушаем». Он меня прослушал, я спела песню, которую я сочинила. Он меня прослушал, и я видела, что он был рад даже, что я пришла. Сразу же расположился. Говорит, «Ну, хорошо». И знаешь, Геннат, произошло, я когда спела, у меня вообще было ни капли волнения. Я просто, я даже не знала, что можно волноваться. Я просто спела на эту церковь, как я могла, как я привыкла громко. И после служения включили на втором этаже, как сейчас помню, запись о служении, запись, как я пела. И тогда я впервые в жизни услышала вообще, как мой голос звучит со стороны. Я просто такая замерла, думаю, это что я пою? Мне так это было приятно и удивительно. И до этого я даже не могла себе представить, что можно мои песни записать. Но там был брат, который этим занимался, просто записывал служение на запись. И оказывается, люди после служения подходили к нему и начинали просить эти кассеты. Как же хорошо. Да, представляешь, я потом уже часто в этой церкви пела, и люди просели записи. И таким образом, вот на базе этой церкви создалась студия звукозаписи. Ее организовали Сергей Барушко, Александр Лагвиненко. У них такая идея родилась, чтобы создать студию, создать вот что-то, чтобы записывать песни композиторов. И тогда еще не было группы «Пирс». Еще Саша тогда, он был музыкант, профессионал, конечно, у него образование. Жорик, саксофонист, Георгий Захаров. Владимир Зыбкин писал прекрасные песни, стихи. Барт, который под гитару так называет Зыбкин. Да, 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 он очень известный, талантливый поэт. И они, помню, подошли ко мне, и мне уже было 15 лет, и говорят, мы хотим тебя пригласить поговорить. И они пригласили меня в студию, которую они уже сделали. Это было на территории церкви, студия звукозаписи. И они говорят, попробуй спеть нам что-то. Я попробовала, спела. И они говорят, как ты думаешь, если попробовать эту песню записать, другую песню. Я только за, у меня как бы все горело. И вот так вот потихоньку создалась группа «Пирс». Она как бы и создалась вот таким образом. Как же приятно. У начала истоков ты была тоже? Я, да, Саша Лагвиненко. И у нас был продюсер, это Сергей Барушка. Он живет в Сакраменте сейчас. Да, и этот человек, он сделал огромнейший вклад в развитие этой группы. Эти кассеты группы «Пирс» просто были по всему Советскому Союзу. Везде, везде. Он так постарался. И вот, знаешь, можно сказать, вот благодаря его труду и Божьему благословению, что на тот момент почти вот куда бы мы ни ездили, уже все знали, уже все имели кассеты, все знали уже наши песни. И также у нас вот Георгий Захаров был… Талантлишевый музыкант, саксофонист. А вообще как-то все по-другому звучало, потому что он очень профессиональный саксофонист. Тогда наших таких людей не так-то и много было. И вот я тоже вспоминаю вот эти все проигрыши, вступления. Как же все это сочеталось. Происшла трагедия, да, ты говоришь? Да, да, он умер от рака, у него был рак мозга, и в 2016 году он умер. Да, и мы были… Я жила в Америке уже на тот момент, я уже не пела в группе «Перс», но мы продолжали дружить, как бы всегда сотрудничать. И я видела, сон мне приснился, что он во сне подошел ко мне и к моему мужу, и говорит, я пришел попрощаться. И он как будто меня обнял, и обнял Ваню, обнял. И я позвонила сразу тогда своей подружке в Одессу. Я говорю, мне Жорик приснился, она говорит, он два часа назад умер. Да. Что-то ты духовное чувствуешь это все? Ну это как-то вот Бог посылает такие возможности, мне кажется, контактировать или духом людей, или душем, я даже не знаю, как правильно это сказать. Ну может быть такое духовное даже знание. Да. Скажи, пожалуйста, вот в то время группа «Перс», вы записали только два музыкальных альбома, вообще какая у вас была возможность для служения? Это уже была свобода. Очень большая возможность, мы очень много ездили, мы везде, ну насколько нас приглашали очень много, да. Мы ездили и в то же время записывали песни, потом я просто вышла замуж, встретила Ивана и как-то уже пошла отдельным путем, потому что это семейная жизнь, уже не так легко, знаешь, быть женой и быть в группе. Солисткой группы. Да, поэтому легче на тот момент было, чтобы я продолжала свой путь уже отдельно, как бы независимо от других. Александра Лагвиненко и группа «Перс», они начали свой путь тоже. Там пела Юлечка уже, стала со временем дочка Сашина, петь Алирова. Уже взрослая? Уже, да. Дарина, расскажи, пожалуйста, как ты Ваню встретила, вот мужа твоего? Вот так оказывается, вот он мне недавно сказал, что он меня еще с детства, он меня заметил, я его тоже заметила, потому что мы иногда встречались в каких-то церквях, он на камеру снимал всегда служение, а я пела с детства, получается, где-то еще 10 лет мне было, я к ним в церковь приходила, вот. И как бы мы вот так заочно знали друг друга, но уже больше мы познакомились, когда начались молодежные фестивали, конгрессы, и мы вот так вот могли друг друга уже ближе узнать. Он такой интересный был, он любил на машинах гонять, гонки. Он до сих пор их любит, конечно. Да, 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 да. И вот он один раз ехал, и как бы чуть ли не наехал на меня. Может, это было задумано так. Может быть, да. Ну вот, и мы так начали, как бы, потянулись друг к другу. В интернете написано, их романтические встречи закончились прекрасным свадебным торжеством. Ну так. Вот хороший момент вот ты подметил. Ты знаешь, что вот в интернете кто-то это сочинил вообще с своей головы. Я нашла биографию Дарины Качанжи, читаю, не знаю, кто это, вот, дорогие зрители. Это кто-то сочинил без моей воли, без моего вмешательства. Там немножко правды 20%, а 80% просто… Ну просто красиво рассказывано. Да, красиво, это приукрашено на фоне. Там, в сущности, все хорошо, но есть моменты, которые ты чувствуешь, что это не ты писала. Потому что в религию привела Дарину бабушка. И думаешь, ну ты бы так не сказала. Твой муж Иван, он очень сильно тебя поддерживает. Ты знаешь, вот мы даже со стороны, когда видим, когда вы участвуете в служении, он у тебя, не знаю, не только любящий муж, и продюсер, и звукооператор. Он за пульт становится, он всегда рядом с тобой. Любой эфир. Вот сегодня он с тобой приехал тоже. Насколько важно для исполнителя, чтобы его вторая половинка, ну, то есть, получается, поддерживала, и чтобы состоялась бы ты без него вот в такой ситуации? Я не знаю, мне даже тяжело сказать. Я не думала, никогда не представляла, но я думаю, что Бог действительно послал его в мою жизнь. Он много имеет способностей. То есть он не только там машину может ремонтировать, не только строить дома, но еще у него действительно есть музыкальный слух. Он очень хороший звукооператор, именно когда я пою на служениях, на концертах. Если он стоит за аппаратурой… Ты спокойна. Я как-то спокойна, да. То есть он знает, как должен звучать мой голос, да, как должно в зале звучать. И он как-то умеет это делать красиво, потому что я пару раз ездила, но без него тоже хорошие были звукооператоры, но что-то не то, что-то не хватает. Слава Богу, то, что я имею возможность действительно вместе с ним ездить, то, что он меня поддерживает в этом, и то, что он рад этому как к служению. Ну и давай так скажем, и время твое, и инвестиции финансовые, и все-таки разрешать тебе участвовать в творческих проектах – это тоже жертва. Ты часто ездишь, молодец. Я думаю, муж всегда должен разрешать. Хорошо, это идеальный вариант, когда муж разрешает, вдохновляет, финансы тоже нужно влаживать в этот проект, потому что любой клип, любая запись, любая фонограмма – это довольно хорошие финансы. Кстати, лет 10 назад я с тобой общался, и я говорю, Дарина, у тебя же сколько друзей-музыкантов, что не друг, то известная личность. И ты говоришь, я даже готова в два раза больше платить, чтобы это был Лагвиненко. Вот ты как-то уже, ты знаешь, как должно звучать, ты знаешь твой стиль, ты знаешь, как Ваня должен настроить, ты знаешь, как Лагвиненко Александр должен сделать фонограмму, и ты готова за это качество платить даже в два раза больше. Для меня это было приятно услышать, но и удивило. Ну, я думаю, что все финансы у Господа, и когда мы это хотим сделать искренне ради Его славы, я думаю, что мы не должны считать деньги. У меня никогда не было гена, чтобы я хотела сделать какой-то проект для Бога, и у меня не хватило денег. Правда, я не знаю, это какое-то Божье благословение, но я чувствую, что Бог, Он видит вот этот мотив внутри меня сделать просто и качественно, и просто для Его славы. И Он посылает эти финансы. Но вот ценность даже то, что мы отошли, ты сказал, что Ваня помогает, даже не столько, может быть, даже финансы, как он действительно много труда вкладывает. Он меня везет иногда даже тысячи километров, просто ради того, чтобы поехать куда-то к Лид. Вот недавно мы в Аризону ездили, мы просто на машине, он нас всех вез, не спал несколько суток туда-обратно и там, везде по этим горам. С Южной Каролины приехали в Аризону, чтобы снять клип, потому что он хотел, чтобы это действительно было, ну, еще и сюжет, картина и песня, все это вместе было красивым букетом. Спасибо. Можно я спрошу такой интересный момент, что между последним альбомом Пирса и первым твоим авторским альбомом прошло 13 лет. Почему? Я не думаю, это какие-то у тебя... А, это значит, что это женщина, которую она... Ой, извините, я там написала. Я думаю, да. Но на самом деле я еще... Только я покинула группу Пирс, я сразу же начала записывать сольный альбом и даже там вошли несколько песен из группы Пирс. И я тогда познакомилась с поэтом Андреем Лукашем, такой есть человек очень талантливый, тоже поэт, известный. И он мне передал записочку, что он хочет, чтобы я на его стихи написала музыку. Да, и так просто получилось. Я тоже вижу Божий план в этом. Я попала на очень крутые студии звукозаписи, куда я не мечтала, где там только одни звезды. Это Москва, Лукашем? Это было в Москве, да. Вау. И там был звукорежиссер Тимур Рыжов, и он спродюсировал мне вот половину песен. Я очень благодарна этим людям, знакомству с ними. И мы тогда вот выпустили мой первый альбом. Там по-английски ты написала? Сохрани. Сохрани. А второй? Вот я не помню. По-английски какая-то красивая надпись у тебя. Это уже второй, по-моему. Это второй, да? А, «My Hope in the God», да, «Моя надежда в Господе». Да, да, да. Я думал, какое красивое название, но вот, представляешь, сейчас не вспомнил. Спасибо. Дарина, я реально восхищаюсь вашей семьей, потому что не только ты активна, ваши дети поют, у вас три дочери. Я увидел, вы же инвестируете свое время, финансы, музыкальное образование для детей, запись видеоклипов. И действительно, это проповедь, которая сейчас молодежь все у экранов, телефонов, и вот с другой стороны экрана нужно к ним заходить. Молодежный контент, молодежную, качественно тоже материал давать. Расскажи о своих дочерях. Буквально за каждую расскажи, и потом, вот как это так, ну, это твое желание, это и их желание, желание мужа, что они тоже в служении, что они активны. Я очень сильно своих детей люблю. Ну, любая мама любит, ну, я просто, я даже не знаю, я их настолько сильно люблю, и я понимаю, что это как будто три чуда, вот мои три чуда, которые Господь мне дал просто по своей милости. И вот я иногда вот в них, я как бы вижу Божью любовь, то, что просто Господь мне их подарил. Они... И недорого тебе дались, потому что есть много свидетельств. Да, да. Девочки, Ванесса, Даяна и Сабрина, и они талантливые, они очень добрые, и они для меня такая поддержка, и... Ну, то, что они поют, это неудивительно. И Ваня поёт, и я пою. Это естественно. Да, и мы их так воспитывали, что самое главное в жизни, это прославлять Бога, служить для Бога. Но никогда не было никакого давления, что вот вы должны что-то, вы должны там петь. Даже не было такого, что вы должны ходить в церковь, нет. Они просто видят в нас. Я очень много разговариваю с ними. Я для себя решила, вот знаешь, Гена, я лично очень много училась. Для моих родителей, для моей мамы, бабушки очень было важно образование на первом месте. Для меня тоже. Но что я поняла, что намного важнее, чтобы дети знали Бога, знали Библию. И вот, как я знала книги по математике, чтобы я говорю, Даянка, Ванесса, я хочу, чтобы вы досконально знали Священное Писание, чтобы вы познали Бога, какой Он. И отсюда я вижу, у них есть желание Его проставлять. Они любят Бога, они любят петь. Я не знаю, вот может быть в разных чуть-чуть стилях. Ванесса хочет сейчас больше посовременнее что-то. Кстати, у неё очень похожий голос с тобой. Очень похож. Но я думаю, ещё у неё такой сильнее, наверное, как у меня в молодости. Слушай, когда я услышал, думаю, как будто ты в молодости, а потом нет, Ванесса всё-таки. Это был Ванесса Пайот. Да, да. Даяночке немножко чуть-чуть отличается, но талантливый тоже. Даяна так красиво начала петь. И знаешь, что я когда-то в детстве ей говорю, Даяна, у тебя, наверное, нет таланта петь. Ты проверяла её. Ну, я так подумала, потому что у неё тембр вообще другой был. Не такой, как у меня, не такой, как я привыкла. Вот мы как привыкли, что должны там петь громко, чисто и красиво. У неё шёл голос как-то по-другому. И сейчас у неё вообще не похожий голос ни на мой. У неё такой своеобразный тембр с фаршлагами, какой-то такой более современный. Она поёт в проставлении. Я сижу и радуюсь, и просто не верю, что это моя дочка. Она так красиво поёт. Благодарю Бога. Маленькая моя Сабрина, ей 7 лет. У неё тоже есть голос, у неё есть способности. Но я не знаю, кем она захочет стать. Это всё от них зависит. Она ещё маленькая, поэтому мы будем ожидать. Чудо, что она тоже действительно будет активна, как сестрички, как мама с папой тоже. Да, я поняла, что главное, чтобы были хорошими людьми и хорошими искренними христианами. Это самое главное, чтобы дети были спасённые, служили нашему Господу. А Господь приложит всё остальное и хорошую судьбу, и чтобы не было нужды. Скажи, пожалуйста, там есть такой интересный проект. Вот я записал, сейчас попробую найти. Там идёт ГАД сейчас, 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 For Christ. То есть вы делали для детей. Это уже дети и Лагвиненко, и твои детки. То есть вы как группа Пирса, ваши дети уже подросли, вы начали делать проекты для детей. Что это за проект? Чья это идея? Это тоже моя идея, For Christ Project. Это просто такие проекты, которые я делаю не с собой, а с другими людьми. И я знаю талантливых детей. Это ребёнок Саши Лагвиненко. И другие, кого я знала, вот это друзья моих девочек. И я говорю, давайте сделаем проект. У меня есть классная песня, современная, давайте сделаем для молодёжи. Потому что, как ты сказал, действительно очень важно делать это. И делать это современно, профессионально, потому что должна быть альтернатива у молодёжи, чтобы они не только слушали мирские песни, которые они все слушают, я как уже заметила все. Но мы так сделали вот такую вот для них альтернативу. Сейчас, кстати, я хочу продолжать. Если Бог поможет, буду искать молодёжь тоже, чтобы дальше вот такие вот делать песни. Потому что у меня много песен, как бы я их сама не спою, не успею. Пускай ещё кто-то. Как часто ты пишешь? Именно сочиняю песни очень часто, постоянно. Последнее время, в связи с тем, что вот эти два с чем-то года вот идёт война, мне очень тяжело сделать, тяжело найти людей, которые аранжировки сделают. Знаешь, это... Разъехались. Должно быть, да, разъехались. Потом у многих вот страдания вот это внутри и нет вдохновения. Я молюсь, чтобы Бог просто это всё остановил, чтобы была возможность продолжать и дальше это служение. Мне, знаешь, заметил такую характерность, что для наших деток ты тоже хочешь лучшее. Я смотрю, Лагвиненко пишет фонограммы для детей. Я не знаю, кто клипы снимает, но очень качественно тоже. Ты самое лучшее хочешь. То есть самое... То есть у тебя в таком стиле всё. А ты для детей также на таком же уровне делаешь. И я вот тоже удивляюсь, что вы так стараетесь для них, чтобы... А им и хотелось это делать. Когда там полтора миллиона просмотров этого видео твоих деток, слушайте, они захотят завтра новые записать. Ты знаешь, Гена, я стараюсь это не для себя и не для детей, если честно сказать. Я придерживаюсь такого принципа, что Божье дело нужно делать... Качественно. Качественно, да. Мы делаем для Бога. И когда наши клипы для Бога, если они будут хуже, чем мирские, чем светские клипы, то... Ну как это можно? Мы же Господа представляем. Он наш царь. Он достоин самого лучшего. Я хочу этого. Вот клипы мне снимают. Только несколько людей, кто мне снимали клипы. Это в Америке роман Кривошапов. Я давно уже не сотрудничала с ним. А в основном большинство клипов это Игорь Кононенко из Украины. Он в Украине живет, да? Да. Он сейчас уже не в Украине, а в Америке тоже. Где живет? Это же очень интересно. В Южной Каролине ходит со мной в одну церковь. Я сейчас расскажу. И просто третьего, чтобы я не забыла, Александр Шишкин, который снял клип «Иерусалим». Тоже. Это вот один клип человек мне снял. А из Украины вот этот парень, Игорь Кононенко, почему мы с ним работаем? Уже все эти годы. Он очень скромный человек. Легко с ним работать? Легко, да. Он мало того, что талантливый, именно вот человек от Бога, который понимает, во-первых, как красиво, и как, чтобы было прилично. Знаешь, это все немаловажно. Маловажно, как сделать, чтобы оно просто было идеально. Он знает то, что нужно. И даже когда вот началась война, и мы переехали в Украину, прямо эти годы, я думаю, ну, Господи, что я буду делать? Что я буду делать? Кто мне будет снимать клипы? Я никого тут почти что не знаю. И знаешь, вот... И Господь посылает человека еще одного, да? Нет, Он просто делает так, что Игорь по ю-форью приезжает сюда, в Америку. Но Он же его забирает, да? Господь тебе посылает человека. Да, она сходится. И так, и так правильно. Да, но это просто милость Божия. Спасибо. Ваша семья, она имеет такие интересные этапы в жизни. Вы живете там в Америке, потом едете в Украину, потом Америка, опять Украина. А вот что тебе самое больше нравится в Америке, и что самое больше нравится в Украине? Вообще, для меня, начнем с Украины. Мне кажется, что лучше страны для меня нет, лучше жизни, чем в Украине, я не могу себе представить. Почему? Это какая-то свобода, ты свободно дышишь, Хотя, казалось бы, должна быть Америка. Ну, и Америку я люблю. Но в Украине, во-первых, пища такая, здоровая еда, да? Во-первых, вот эти огороды, базары. Во-вторых, люди, менталитет, люди, украинцы, очень добрые люди, на самом деле. Они очень умные. Все знают, что в университетах Украины делаются по сей день такие открытия, которых еще нету в мире нигде. И украинцы очень свободолюбивые. То есть, мне это нравится, потому что это и есть во мне, это присуще. То есть, ты как бы всегда идешь напролом, ты всегда хочешь своего добиваться. и вот благодаря этому мне нравится жизнь в Украине именно люди, украинцы именно. А в Америке мне нравится то, что тут для людей, наверное, более есть комфорт, более есть возможности как-то все. в плане того, что у тебя всегда работа, да, как бы есть, жилье такое приличное ты можешь иметь. Вот как бы и здесь плюсы есть, и здесь есть плюсы. Но и там, и там есть как бы свои минусы, но за минусы ты меня не спросил, поэтому... Пока не будем говорить. А для служения вот Украина и Америка. Какие разницы? Разница в том, что в Украине, наверное, больше евангелизации есть возможность действительно нести это Евангелие, которое мы должны нести в мир. В Америке люди, наверное, больше верующих людей, контингент, хотя я заметила, что вот как сказала Билли Грэм, знаешь, в своих последних высказываниях, что сейчас люди, которые нуждаются в евангелизации, они сейчас сидят на скамьях церкви. Вот оно как. Да. Кстати, ты же сотрудничаешь с Миссией Билли Грэма, ты участвуешь в проектах, которые на уровне страны. Расскажи об этом. Да, ну это тоже, это просто как подарок от Бога. Впервые я участвовала, когда во Львове была евангелизация на стадионе. Там было приблизительно 40 тысяч людей. Все видно. Да. И это такое было очень большое мероприятие для Украины. Фестиваль надежды. Там проповедовал сын Билли Грэма Франклин, Грэм. И вот недавно в Кишиневе тоже была такая евангелизация в Молдове. Немножечко меньше были масштабы, но тоже в огромном таком зале. Там где-то 10 тысяч, по-моему, было. слава Богу. Да, слава Богу. И тоже брат Василий, организатор еще Михаил наконец-то. Я не знаю, если ты знаешь, люди, которые занимаются организацией, программой. и я удивилась, что они меня пригласили, потому что это Молдовы, в Молдове очень много талантливых певцов. Я не знаю, почему меня тоже пригласили, но я с радостью говорю, Господи, спасибо тебе, потому что я люблю быть частью таких проектов, когда ты видишь, как люди просто бегут, каются, как люди плачут, а ты просто стоишь как маленькая частичка. Это большого служения и большой работы Божьей. Спасибо огромное. Как изменилась ваша жизнь, когда началась война в Украине? Очень сильно изменилась. Мы ночью покинули, потому что начали бомбить прямо возле нашего дома. Это было очень страшно, бомбы прям вот мы не знали, что будет, но они прямо возле нашего дома падали и Ваня говорит, быстренько садитесь в машину, мы прям должны уехать. И мы поехали на границу с Молдовой, выехали. Все та же Молдова нам помогает. Да, да, кстати, нам настолько помогли люди вот с Молдовы, они нас встретили, они просто нас приняли и наши друзья и постыряют церквей. Я была в очень сильном стрессе, на мне прям лица не было и мы как бы так сначала мы были какое-то время в Молдовии, потом в Германии где-то месяц, там нам тоже очень помогали люди. Меня просили петь там, но я не могла, не могла, не могла петь. состояние. Просто голос не могла, не могла даже голос петь. Я не могу передать это. И просто мы приняли решение, так как мы жители США, под документом, то мы повернулись Америка это как наш второй дом. Почему Саус-Каролайна, почему Южная Каролина, Спаттенбург? Ты знаешь, у нас в Южной Каролине живут очень хорошие друзья, добрые люди и они позвонили вот одни из немногих нам. Вот оно как, представляешь, звонок может решать судьбу. Иванин друг Женя он позвонил и говорит ни о чем не думайте, просто приезжайте, я вам помогу вот на первое время жилье и как бы начать. Все, что могу, помогу. Это же как бы начинаю жизнь сначала, потому что я, можно сказать, как бы бежали. Вот. И поэтому мы уже остались там, где друзья, там как бы легче жить. У нас везде есть друзья, но это более близкие нам люди. И пока мы живем в Южной Каролине потому что очень спокойная жизнь там и это время. Похоже на Украину? Немножко похоже. Там очень много украинцев живут и людей. В церкви много. У тебя есть возможность явил, как твои девочки участвуют, поют в церквях, в служении. Вот расскажи, пожалуйста, как они нашли себя здесь в церкви? Они уже здесь состоялись или в Украине уже начали петь? Они начали в Украине еще, да. Здесь просто мы приехали и нас приняли. распростертыми объятиями как друзей. Сейчас девочки Ванеска ведет в одной церкви проставление и Даяна в другой церкви ведет проставление. Ну, такие способные и сильные девочки должны в разных церквях. Ну, с другой стороны, благословение не только для одной церкви, для двоих. Поэтому очень приятно в двух церквях служить. Ну, не знаю, за маму боюсь сказать, уже как-то поддерживай там и там в третью неделю. Я просто за них молюсь и я просто получаю удовольствие. Даже просто сижу в зале и того, что твои дети служат и поют, я просто наслаждаюсь. Знаешь, у меня есть и всегда была возможность попеть и прославить Господа. Поэтому сейчас я хочу получать удовольствие смотря на них. Ты же еще учитель музыки, получается. Ты учила когда-то деток здесь в Америке, да? Как вообще как родителям приявить вот эту любовь, чтобы они остались в служении? Вот у тебя прекрасный пример, что ты можешь теперь другим советовать. Как сделать так, чтобы наши дети остались в церкви, служили Господу и желательно были в служении? Вот поделись, пожалуйста. Первое, это должен быть личный пример. Аминь. дети, они такие умные, ты их не проведешь. Если они видят неискренность в тебе, они не будут следовать твоему примеру. И также наряду с образованием музыкальным нужно всегда говорить, почему мы славим Бога. У меня есть несколько учеников, кроме моих детей, которых я учу, и важная часть во время урока это говорить о Боге. Потому что очень важно их научить, что мы хотим красиво петь не для того, чтобы показать себя, не для того, чтобы свой голос продемонстрировать, а для того, чтобы Богу понравилось, что мы сделали максимум для Него. Когда ты вот это внушаешь, внедряешь это ребенку правильное понимание, то оно будет на притяжении жизни, что это служение Богу, это не то, что там шоу-бизнес какой-то или какая-то показуха, а именно то, что мы посвящаем себя для Господа. Говорим ребенку цель, для чего ты это делаешь и своей жизнью показываешь, как это делать. Я не знаю, я не видел, но возможно у вас есть совместное выступление, где так тоже вы поете вместе, ты их подтягиваешь так, чтобы на одной сцене, тебя же везде приглашают, а с ними? Да, в церквях мы часто поем вместе, но мы еще не записали совместную песню. Пока есть. Да, есть такая идея, дома мы постоянно вместе поем в церквях, а вот еще не записали, вместе, а сейчас мы думаем над другим проектом, потому что люди пишут в комментариях спойте вместе, спойте вместе, вот надо что придумать такое. Чтобы каждый спел по разному куплету, а припев вместе, вот слушай, уже всех такие разные, ну, с Даяной очень отличается, Ванесса очень близко, но все равно чуть-чуть отличаются голоса. Спасибо. Знаешь, Гена, по поводу времени, я не вижу времени, если что-то ты руководишь. Хорошо, хорошо, хорошо. Над какими проектами ты бы хотела работать здесь, в Америке, начиная с Аус-Карлайн? Ой, я такой человек, я поняла, что я вообще ничего не планирую. Я как вот, идет волна, и я вместе с этой волной, знаешь, в каком-то Божьем таком ключе, Бог так действует в моей жизни, что я ничего не планирую, оно просто происходит. мое дело просто вот быть чуткой к этому голосу Святого Духа, знаешь, и понимать, что Господь вот в данный момент хочет от меня. Я пишу песни, я участвую везде, где я могу. Что дальше будет, я не знаю, как Бог меня поведет, честно сказать, вот что-то вот, сказать, что на завтра есть какие-то планы, нет. Но я сейчас вот работаю прямо сразу над несколькими песнями, потому что был большой перерыв, вот этот, пока я выходила медленно из этого стресса. Господь укрепил немножко меня. И я сейчас вот прям несколько песен, несколько проектов есть. Также вот, я не знаю, меня приглашали на интервью на американское радио, но я пока что туда отказываюсь. Не знаю, стоит ли мне это делать или нет, как бы, посмотрим, что там может быть и в этом направлении, потому что Бог еще дал мне написать несколько англоязычных песен. Ты хорошо знаешь английский? Я нехорошо знаю английский. Но пою легко. Я не пою легко, Бог как-то раз, я говорю, господи, ну, хотелось бы классную песню на английском написать. Сожжи за инструмент и ты не поверишь, просто вот откуда оно берется. Просто Бог дает, я сочинила песню, записала, показываю Даяне, а она просто идеально английский знает. Она говорит, классная, очень, это прям песня, вау. И поэтому, если вот Бог поможет, и я ее сделаю когда-то, вот услышите этот проект. Супер, Боль с тем, услышу. Пусть Господь благословит. Я согласен в том, что, как ты говоришь, ты открыта к тому, что Господь будет делать, и ты готова в этом участвовать. Мне приятно, что, когда организовываются какие-то проекты, фестивали, праздники, церкви, ты участвуешь во всех этих проектах. Я не знаю, тебя можешь приглашать, да, или циквя могут приглашать, или люди просто, может быть, на свой праздник хотят тебя пригласить. в социальных сетях. Где ты в социальных сетях, кстати? Знаешь, меня пока что нету в соцсетях, есть только YouTube, и на YouTube есть мой email, люди мне пишут на email, либо кто знает мой номер, там, через знакомых узнают и звонят мне непосредственно. Пока нет соцсетей, но вот Деяна мне просто настаивает, вот, сделай Instagram, все тебе нужно. Я не могу решиться, пока, во-первых, не умею им пользоваться, и не могу решиться, как бы, еще не открытое видение, для чего, как бы. Ну, это немножко время у тебя будет забирать, может быть. Будет, да, время. Пока месяц ты еще думаешь, нужно ли это. Хотя, Деяна тоже права, и это нужно, потому что, вот, я, Коля, был на твоем одном из выступлений, и молодежь меня спрашивает, а как она правильно пишется, потому что я ее не могу нигде найти, ни в Instagram, ни в Facebook, я хочу так сделать, то есть, прицепить, а я говорю, сам еще говорю, не знаю, как она написала себя, потому что я тебя не нахожу, а вот ты призналась, что пока вместе скромничаешь. Даже не то, что скромничаю, я не знаю, еще нет видения, для чего, знаешь, ведь просто так, как бы, должна быть, должна быть идея, для чего, чтобы влиять как-то, чтобы что-то нести, просто так, как бы, открыть, если Господь мне даст, тут понять, что я могу делать, через это, как я могу еще послужить, то тогда я открою и заявлю об этом. Будь готова, чтобы Господь даже через детей к нам говорит. У тебя на YouTube 213 или больше, или 230 тысяч подписчиков, как вообще, вот здесь, в YouTube, все-таки ты проповедуешь, там 103 видео у тебя, ну, насколько это, для тебя тоже особенное служение, которое, не везде, что ты можешь поехать, но везде тебя могут услышать, набрать в YouTube, любить твое имя. Настолько важно для тебя это служение? Ну, очень важно. Я вот понимаю, вот именно, как ты говоришь, что, может быть, весь мир, я прям не объеду, но по статистике, у меня, просмотры, захватывают, действительно, весь мир, несмотря на то, что песни русскоязычные, украиноязычные, люди смотрят, даже вот из мусульманских стран и пишут, мы не понимаем слова, но нам так хорошо, когда мы слушаем эти песни, я вот, для меня, это мое служение, это я несу так, Евангелие, свою проповедь. Ну да, полтора миллиона просмотров, то есть это же люди из разных стран смотрели. Это где полтора миллиона? Или ребенка твоего, или твое? Я вот, надо посмотреть. у меня вот небо тихо плачет, где-то что-то, 14 миллионов, уже там, Иерусалим, по-моему, или 12, или 13, поэтому, как бы, это уже прям такая публика, что я даже не знаю, с чем сравнить, как бы, люди смотрят, я, когда вот новый клип записываю, я всегда молюсь, чтобы не допустить какую-то ошибку, потому что, когда столько людей смотрят, это большая ответственность, знаешь, как бы. Я не посмотрела, сколько Иерусалим, то есть, а там 14 миллионов. Я не помню, то ли на небо тихо плачет, 14, Иерусалим, по-моему, чуть меньше, вот другие, я как бы за этой статистикой вот недавно смотрела. Пускай это будет для славы нашего Господа, все эти цифры, мы сейчас приблизительно их говорим, поэтому мы даже не акцентируем, какой клип, и сколько просмотров. Как ты относишься к тому, что тебя копируют, твои песни поют, фонограммы копируют? Я хорошо отношусь. Это нормально. Пусть славит Господа. Если, да, для славы Бога, действительно, лишь бы, вот как ты сказал правильно, ты сказал, что эти цифры, они все не имеют значения, лишь бы действительно оно не делалось, вот когда люди действительно хотят, знаешь, вот какой-то славы, вот, к сожалению, и, знаешь, в Библии написано, ничего не делать для того, чтобы увидели нас люди, а ведь эти все views, просмотры, это, по сути, чтобы, чтобы, когда мы такой акцент, на этом делаем. Для некоторых это искушение. Да, для некоторых, да, это может стать искушением. То, что копируют, нет, может быть, это наоборот, как бы, это приятно даже. Я кое-где вижу там клипы, раз там что-то там, что-то там вижу свое. В каких цифрах я пою? Ага, посмотрю. Другими музыкантами пою. То это приятно. Кстати, где-то месяц назад я твою песню пел, у нас «Служение для эмигрантов». И это, и тоже семья вышла. И они мне говорят, выходи, там дари на песню «Бог не сказка стариков», «Хочешь, фирь или не верь». И ты пел? С ними пел. Ты еще и певец. Ну, Пусть тебя Бог благословит. Спасибо. Хорошо, что ты не слышал. Нет. С удовольствием. Нет, к чему я веду, что наши эмигранты приезжают и другие эмигранты, то есть, которые знают твой репертуар, они служат, ну как, сами эмигранты и эмигрантами служат. А я как ведущий был, они меня тоже позвали, я с удовольствием успел. Поэтому приятно, когда служат. Тебе есть мечта? Мечта. Слушай, надо подумать, у меня вообще на протяжении жизни у меня мечты меняются, то есть, они, вернее сказать, исполняются. Да, кстати, ты говорила, что много Господь в твоей жизни. Вот ты, желание есть, и Господь тебе дает ответ через какое-то время. Да, да, да. Почему так? Ты по-другому, ну, ты имеешь какое-то личное общение с Богом особенное, как-то, не знаю, постишься, нуждаешься, говоришь, Господи, мне это важно. Я не знаю, чуть-чуть можно? Не пощусь. Куда тебе? Я просто прошу Бога, и знаешь, можно, можно, вот как-то молиться Богу время не от времени, а можно постоянно пребывать в этом. Вот можно сказать, что я как-то постоянно, Бог как будто со мной пребывает постоянно, знаешь, и если я замечаю, что на какое-то время я немножко отошла от этого состояния, вот это суета, да, суета, то у меня все перестоет получаться, и я сразу это замечаю, все, ага, мне не идет ничего, ага, так я же, я же не так близко, и все, я возвращаюсь, Слово Божье, там, по ночам читаю Библию, пью чай, как-то вникаю, и вот, чтобы только было у меня вот это connection с Богом, и от Бога я чувствую любовь такую, как реально, как от Отца, который меня просто окружил, и что я хочу? Я, по сути, то, что хочу, это, вот, допустим, клип хотела снять в Аризоне, я смотрела на ту Аризону, я прям вижу там клип, Бог мне дает возможность, и там настолько благословенные эти съемки клипа, это чудеса, чудо за чудом, да, что Даяна, моя дочка, поехала, она снимает backstage, и она с клипа вернулась и говорит, я просто не могу поверить, как Бог действует, это такие свидетельства, просто, что не получалось, а Бог раз делает, а Бог делает, а Бог делает, тоже как и Иерусалим, я поехала, просто хочу делать для Господа, знаешь, и Он видит, это желание, и помогает мне, вот такие у меня мечты, как бы. Слава Господу, чтобы Господь слышал и помогал тебе дальше служить Ему. Какой самый лучший совет тебе дал пастор или музыкант? Так, самый лучший, самый лучший. Ну, вот Петр Григорьевич, о котором я вначале, он всегда меня учил, как бы, не наломать дров, он всегда говорит, дай Богу сделать то, что он хочет. И помогай Богу, Бог сам поможет. да, вот это оно как-то на протяжении всей жизни со мной. От музыкантов советы, вот Александр Лагвиненко, мне постоянно много-много чего, он просто как и учил меня, и всегда поддерживал. Конкретный совет я сейчас не вспомню, но это прям множество, знаешь, вот от него именно. Спасибо. Кто или что может заставить тебя заплакать? Очень легко. Я могу заплакать вот так вот. Это очень чувствительное. Очень чувствительное. Я могу заплакать, и когда вижу кого-то, какое-то горе, или когда услышала о чем-то, или что-то красивого ребенка вижу, я могу заплакать, какую-то песню слышу, у меня вот это прям сразу слезы. легко. Кого из наших славянских исполнителей ты последним слушала? Ну, так вспомни, там, неделю, месяц назад. Я, если честно, слушала группу «Пирс» песни Александра Лагвиненко, опять же, и вот те, к кому я могу вернуться и опять переслушать песню, это Сергей Брикса, потому что его творчество я очень уважаю тоже, и у него есть несколько песен, которые я очень сильно люблю. Например? «Слышал ли ты?», а потом мне нравится его песня «В небо я хочу подняться», она называется «Без тебя», правильно? И еще мне нравится его песня «Я жил фантазией», потому что это профессиональные работы, талантлившие. Кстати, это не такие хиты, но ты заметила, что и в этих песнях так много спрятано красоты. Да, я вот их полюбила. И с моих песен тоже, мои любимые песни, они не такие уж хиты, которые я люблю. То есть я считаю эта песня прям классная, но люди... Народ выбирает, может, и ту, и другую. Иногда даже записываешь песню, не знаешь, поймут, или не рассчитываешь, а люди ее приняли так, и все поют, и все это. Кто еще, кроме Брикса, тебя удивил, и славян? Ну, не знаю, клипом может быть, может, записью, может быть. Ну, мне очень нравятся клипы, которые вот Федор снимает. Это наш программный директор телеканала «Импакт». Да, это он очень талантливый клипмейкер, и, ну, действительно, не то, что пусть это не будет как лезть, да, воспринято. Я попросил, поэтому ты назвала. Нет, профессиональные работы. Я люблю, вот, чтобы было качественно, красиво, и чтобы хотя бы немножко, чтобы был смысл. Вот, и все вот люди, кому он снимает, мне, как бы, я периодически захожу на канал, смотрю клипы и слушаю, мне нравится. Прямо кого-то еще назвать, знаешь, я могу кого-то назвать, а кого-то не назвать, обидеть. Вообще всех люблю, просто не хочу с кого-то, знаешь, С тобой так легко дружить, ты открыто, как каждому музыканту подходишь, уделяешь внимание, настолько это, ну, я как ведущий, я просто это замечаю, но, действительно, с тобой многие хотят дружить. А кого ты, кстати, можешь пустить в круг своих друзей? Учитывая, что ты замужем, занятая, детки, и вот, кого ты можешь пустить? Мне не так много друзей, именно близких. Я ценю, в последнее время я ценю очень сильно в людях искренность, доброту, милосердие. Таких людей очень мало осталось. Как бы, все люди хорошие, добрые, но бывает, когда ты проверяешь человека, он как бы, не то, что проверяешь, он открывается в каких-то испытаниях, когда тебе тяжело, он проявил что-то, да, соучастие. Вот таких людей я ценю, как бы, их немного. Спасибо. Я заметил, у тебя репертуар, очень много украинских стало. Ты переписывала на украинский язык или просто написала украинские песни? Они у меня были, просто они не были такие известные, а сейчас они, как бы, стали более... Ты украинский, и гарно говоришь, ты такая умничка. Ну, я сейчас больше практикуюсь, да, я раньше лучше говорила, когда еще училась в университете, то мы на украинском там учились, а потом как-то перешли уже на русский, но сейчас мне хочется это вернуть, чтобы не стыдно было говорить. Кстати, да, в украинской церкви ты участвуешь, все пригласили, дали тебе час программы, и ты так украинские переходы с песни на песню, но я как ведущий, я же это все слышу, я это все вижу, и я удивлен, я от тебя не слышал, что это может быть, а пусть и Даша у тебя все получается хорошо. Спасибо большое. Что для тебя счастье и смысл жизни? Это мои дети, моя семья, я все-таки в первую очередь, я мама, для меня вот они это, самое большое счастье, как бы, ничего вот на земле меня больше не делает счастливыми, чем вот их любовь, их присутствие, и то, что Господь мне их дал, Он просто мне действительно вот подарил счастье. Спасибо огромное, Дарина, у тебя в жизни все получилось, и искренне верим, что Господь еще многое через тебя сделает, и знаешь, в твоем свидетельстве сегодня, я уверен, что наши телезрители, и потом уже и радиослушатели будут, они увидят, что действительно любишь Господа, ты так искренне говоришь о любви Божьей, как Господь в твоей жизни работает, как Господь в твоей жизни совершает чудеса. Я хочу, чтобы ты пожелала, как уже состоявшийся музыкант, исполнитель, которого любят, которую, действительно, ты уже записала себя с золотыми буквами в страницу христианской, славянской музыки, тех людей, у которых, может быть, только был один альбом в жизни, ничего больше не получилось, их не услышали, их не поняли, которые, может быть, попробовали, их там покритиковали в собрании, они сели в зал и сидят. Если есть множество людей, у которых пока месть ничего не получилось, но это пока, вот ты тот человек, который может сделать им пожелание. Что бы ты хотела им сегодня сказать? У тебя есть буквально одна минута. Я хочу сказать, что если вы любите Бога и хотите Его прославлять, если вы чувствуете этот огонь и вы горите внутри, то пусть вас ничего не останавливает, пусть ваши руки поднимутся, потому что это важно. Бог любит, когда Его прославляют. Но если это для вас не так важно, то вы можете чем-то другим заняться и попробовать себя ещё в чём-то. Но никогда не сдавайтесь, потому что люди могут вам сказать одно, а Бог про вас думает совсем по-другому. Спасибо. И, возможно, Господь приготовил вас, если в этой церкви слишком занята программа, возможно, есть другая церковь, которая светит вас с объятиями и найдёт для вас время и возможности. И вообще, я как-то тоже услышал такую фразу, говорят, если в церкви слишком всё занято и вы не можете никак попасть в программу, есть такое служение называется «Миссионерское». Вот там всегда открыта программа, вот там всегда есть возможность ехать, служить, проповедовать, петь всё, что вы хотите. И вы можете сами выбирать, как долго вы будете делать и где вы будете ездить. Дорогие друзья, мы искренне рады иметь эфир. Дарина Качанжи, спасибо большое за участие. за твою жизнь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!